Здравствуйте, добрый вечер. На телеканале Антона 7 время новостей. Я Евгений Нефанов и вот о чем речь. Долгожданное открытие. Представленная работа известнейших русских мастеров, поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть этот проект. Как теперь работает Эрмитаж Сибирь. Юбилейный подарок. Это вот живой инструмент. Вы играете, это звук. С ним разговариваешь, но ты хоть что он может играть. Как обновляют легендарную школу искусств номер один. Чемпионский пояс. С этим городом меня будет связывать уже вся моя жизнь. Здесь прожито очень долгое мое время и говорю, самое основное это то, что где сегодня я нахожусь. Все это я получил здесь в Омске. Как встретили чемпиона UFC. И обзор социальных сетей. Ну, начнем с происшествий. Два человека сегодня погибли в результате ДТП на трассе Тюмень-Омск. Сообщение поступило в дежурную часть по Любинскому району в 11 часов 5 минут. Полицейские установили, что водитель ВАЗ-2107 двигался по автодороге Тюмень-Омск. И в районе 550-го километра допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения. Там столкнулся с большегрузом. Вот что осталось. В результате водитель легкового автомобиля, а также его пассажиры от полученных травм скончались на месте. Личности их сейчас устанавливают. На 550-м километре автомобильной федеральной дороги Омск-Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП столкновения автомобиля ВАЗ-2107 и грузового автомобиля МАН два человека, водитель автомобиля седьмой модели и пассажир погибли на месте ДТП. Водитель автомобиля грузового получил ранение. По данному факту проводится проверка. Теперь о жертвах коронавируса. Пять человек скончались за минувшие сутки в Омской области. Данные оперативного штаба в Москве говорят о снижении роста заболевших в стране. За 24 часа выявлено 4828 случаев. Общее их количество с начала пандемии приближается к отметке в 1 миллион. За минувшие сутки в Омской области выявили 92 новых случая. География распространения COVID-19 такова Омск 63, Омский район 5, Любинский, Тарский по 4, Калачинский, Москаленский по 3, Кормиловский, Марьяновский по 2. По одному новому случаю заражения коронавирусной инфекцией в Павлоградском, Муромсовском, Нововаршавском, Шербакульском, Горьковском и Таврическом районах. Продолжают находиться под наблюдением медицинских работников 1673 человека, а значит это возможные носители вируса. В Минздраве напоминают простые меры профилактики. Носите защитную маску, чаще моете руки с мылом, используйте антисептики, не прикасайтесь руками к лицу, регулярно проветривайте помещение. Ну и по возможности избегайте мест массового скопления людей и соблюдайте там социальную дистанцию 1,5-2 метра друг от друга. В Тюмени зафиксирован второй в России случай коронавируса у кошки. Об этом сегодня сообщает издание «Бизнес онлайн». Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, на сегодняшний день нет ни одного случая передачи COVID-19 от кошки к человеку. Но ведомство рекомендовало владельцу заболевшего животного все-таки изолировать его по месту постоянного проживания. А Всемирная организация здравоохранения призвала страны больше не вводить карантин из-за коронавируса. При следующих волнах достаточно ограничиться рекомендациями носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Ну а в России изменили правила возвращения туристов из-за рубежа. Пройти исследование нужно в течение трех дней, а затем загрузить его результаты на портал госуслуг. Более того, еще до регистрации на рейс придется заполнить специальную форму на том же сайте, ну а на борту самолета – анкету прибывающего. Изменился порядок прибытия в Российскую Федерацию воздушным транспортом. Сейчас россиянам, прилетающим домой, необходимо заполнить анкету и новую форму на портале госуслуг. Электронную анкету на госуслугах гражданину важно оформить не позднее регистрации на рейс, но можно также это сделать при покупке билета. А затем в течение трех дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации граждане России должны пройти лабораторные исследования на COVID методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на едином портале госуслуг, то есть обследуются они за свой счет. То есть если раньше прилетающие за границей россияне отправлялись на двухнедельную изоляцию, им оформлялся больничный лист и их тестирование проводилось за государственный счет, то сейчас состояние своего здоровья нужно проверять за три дня. И еще 14 дней быть прилетевшим всем, особенно внимательными к себе, в случае любого ухудшения состояния здоровья необходимо сразу вызывать врача или скорую. И сегодня после четырех с половиной месяцев тишины и работы в режиме онлайн музеи вернулись к нормальной жизни. Конечно, теперь вход туда только в маске, ну и с температурой 36,6, но этими коронавирусными, антикоронавирусными мерами уже никого и не удивишь. Ну а социальной дистанции в музее и раньше-то проблем в общем не было. Ограничения есть только у экскурсионных групп, не больше пяти человек. В 10 утра сегодня для мечей распахнул свои двери Эрмитаж. И первая посетительница уже тут как тут, Жанна Дмитриевна, раньше преподавала в Сибади, сейчас на пенсии, с нетерпением ждала решения оперштаба открыть музей. Конечно ждала, причем так ждала, что как только услышала вчера в известиях, так сразу наметила, что сегодня и побегу, живой здесь, рядом. То есть вы настолько скучали по искусству? Да, не по искусству, а по живописи. Я собиралась на выставку этого Ярославского музея, до короны ее не открыли. Теперь пойду посмотрю, а белого выставки не было. Итак, что там теперь на музейной можно увидеть? А мечи по-прежнему могут посмотреть выставку «Сжимая рукоять меча». Она должна была закрыться 24 мая, но удалось договориться с главным эрмитажем о ее продлении до конца сентября. Ведь из-за пандемии многие просто не успели познакомиться с экспонатами. На первом этаже сейчас развешаны картины Кондратья Белова. Новая выставка посвящена 120-летию со дня рождения омского художника. Ну и многострадальная выставка полотен Ярославского музея, которая проработала один день, но и то без зрителей. В этой экспозиции «Пути дороги» представлены работы известнейших русских мастеров. Поэтому я настоятельно рекомендую посмотреть этот проект. Тем более, что воочию эту выставку никто не видел из зрителей. Мы смогли только ее открыть накануне режима самоизоляции. И ни один посетитель эту выставку не увидел. Ну и наконец еще из послаблений. Сегодня в Омске открылись спортивные школы и бассейны. Одним из первых в своей двери распахнул спорткомплекс «Юность». В новые нюансы оздоровительного и тренировочного процесса вникал Владимир Истомин. Термометрия на входе, обработка рук антисептиком, масочный режим, соблюдение дистанции. Роспотребнадзор требует четкого исполнения специального списка рекомендаций. О важных нюансах рассказал директор городского департамента спорта Константин Мельников. Проведены были генеральные уборки, обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами обеззараживания, дезинфицирования воздуха. И дальнейшая будет работа построена строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Это отдельный вход, это термометрия, это обеззараживание через определенные промежутки времени. Таким образом мы постараемся обезопасить и детей, и посетителей спортивных объектов. Небольшое стартовое преимущество получили любители плавания. Бассейн открылся в 2 часа дня. В первом потоке 10 человек. Все любят плавание и внимательно следят за информацией. С марта не был в родном бассейне в юности, с нетерпением ждал открытия. Только как только узнал, что сегодня первый заплыв в 2 часа дня, сразу же как штык здесь. Очень приятные ощущения, потому что на самом деле соскучился по плаванию. Очень рад, что бассейны нашего города открылись для нас вновь. Олеся Мирошникова посетовала на долгую паузу, но собирается быстро наверстать упущенное. Пообещала ходить в бассейн через день. Ждали, я очень удивлена, что открыли все-таки под конец лета. И вот, ну мы рады. Мы как только узнали, сразу же позвонили, сразу же собрались и пришли. Надеемся, что не закроется, что мы будем так же дальше, в таком же ритме жить. Ограничения коснутся и спортсмена. В группе или секции смогут заниматься не более 20 человек. Тренеров предупреждали заранее, просили подготовить новые планы занятий. Тренеры должны будут организовать тренировочный процесс таким образом, чтобы постараться минимизировать контакты, единоборство. Далее, спортсмен между тренировками обязан будет ходить в маске во время тренировок. Ношение масок не обязательно. Поэтому сказать, что мы в полном объеме начинаем тренироваться, ну, конечно, так не скажешь. Конечно, так не скажешь. Тренировочные залы ждут спортсменов. Они стали чище, светлее и уютнее. Подготовили покрасочные какие-то работы шли, в раздевалках изменения по освещению, санитарная обработка проходит. Мы все рады людям, которые придут. И с нетерпением их всех сейчас будем встречать. От нашей стороны мы всех ждем к нам, гостей. Одними из первых, судя по такому размеру ворот, в зал придут и юные футболисты. Эта конструкция позволяет лучше отрабатывать тактические нюансы. Владимир Рустомин, Юрий Дорошенко, Антенна 7. Выбросы и масляные пятна в РТШ беспокоят омичей по-прежнему, а еще в соцсетях ругают за грамматику. Любовь Федорова читает посты и комментарии. Подсчитывают депутатские миллионы пользователей соцсетей. В омских пабликах обнародовали доходы чиновников и их жен. Самый большой заработок, около 3 миллионов рублей, оказался у руководителя Кировского округа. А вот его супруга заработала 8 миллионов. Обзавелась третьим по счету внедорожником и земельным участком. Самый маленький доход, 1 миллион 800 тысяч рублей, задекларировал глава Октябрьского округа. Диванные критики не стесняются в высказываниях. Они все уедут за границу. И сами там веревку на себя накинут. Безопасные и качественные омские дороги на повестке дня в местных пабликах. Сегодня внимание пользователей привлекло вот это видео. Автор запечатлел дорогу в поселке Усть-Заостровка. Видно, что ямы немного присыпали асфальтом. И то не все. И на разбитой дороге положили лежачих полицейских. Видимо, местные умудряются гонять по такой дороге. Раз лежачих положили. Подшучивают в комментариях Амичи. Еще одного отравителя воздуха нашли в нашем городе. Поделились новостью корреспонденты паблика Омск Лайф. Им стал индивидуальный предприниматель, который занимался утилизацией медицинских отходов. На предприятии нашли неучтенную установку для сжигания, выбросы от которой существенно загрязняли атмосферу. Также предприниматель не предоставил декларацию о воздействии на окружающую среду. Клоуны. Отчитаться надо. Возражают суровые комментаторы. Амичи нашли масляные пятна в Иртыше. Фотографиями поделился подписчик паблика «Инцидент Омск». Фото сделаны в поселке Новоомский. По снимкам пятна занимают большую территорию вдоль берега. Судя по комментариям, такие находки уже не удивляют Амичей. Фотографии не прокомментировал ни один из пользователей. А вот грамматика автора попала под разбор. Название реки Иртыш автор написал с мягким знаком. И описание поста «Никогда такого не было». И вот опять тоже повеселило комментаторов. Все правильно. Иртыш, она моя. Вы смеяли в комментариях и автора этого поста. В паблике «Типичный Омск» написано, цитата, Омские пограничники задержали на границе с Казахстаном 62 лошади. Они ехали из Беларуси с фальшивыми документами. В комментариях пользователи дали волю фантазии. Главный конь за рулем был, который мерен. ДТП с ГИБДД. Мимо этого дорожного происшествия Амичей не смогли проехать. Машина дорожных инспекторов слетела в кювет на улице Волгоградская. Пользователи сняли на камеру и выложили фото в интернет. Однако инцидент комментаторов не заинтересовал. Жесткой критики подвергли автора и этого поста. Щенячий восторг. Под публикацией обозначился и сам автор новости. Он признал свою шутку неуместной и извинился. Продолжаем разбирать посты Амичей. К другим темам. Омские кардиологи провели сложную операцию на сердце. Хирургия клинического кардиологического диспансера под руководством опытного коллеги из Томска впервые имплантировали пациенту кардиостимулятор, способный не только автономно контролировать сердечный ритм, но и синхронизировать работу различных отделов сердца, а в случае необходимости выполнять процедуру дефибрилляции и устранять аритмию. Концерт для дрели с перфоратором под аккомпанемент отбойного молотка. Так, строительный шум в шутку описывают музыканты. В детской школе искусств номер один имени Янкелевича начался долгожданный ремонт. Это своеобразный подарок властей на столетний юбилей школы. Еще один подарок по нацпроекту «Культура» – новые музыкальные инструменты. Какие? Расскажет Анна Рыбина. Выглядит как ксилофон, звучит как орган. Маримбу придумали африканские тузенцы в 17-м столетии. Подвесили к доске пустые тыквы и извлекали звук деревянными палочками. За четыре века инструмент сильно преобразился и вырос в цене. Эту маримбу сделали японцы. Изначально он родом из Африки. И изготавливается он из довольно редкого, из редкой породы дерева. Это палисандр, красное дерево, которое достаточно тяжело найти, поэтому инструмент стоит достаточно дорого. Две с половиной тысячи долларов. Попробовать свои силы на дорогом и редком инструменте, в Омске их четыре, уже хотят 20 учеников Никиты Константиновича. Маримба – не единственный сюрприз, который ждет детей после каникул. По нацпроекту «Культура» школе достался, например, вот этот современный цифровой инструмент. Для преподавателя с полувековым стажем куда ценнее классическое пианино, например, «Беларусь», который выпускают с 1930 года. Фабрика, правда, поменялась, но качество на уровне, заверяет Нина Николаевна. Дети начнут играть на новых инструментах с первого сентября. Преподаватели надеются, что им не помешает шум болгарки и крики строителей. Дело в том, что в августе в школе начался капитальный ремонт фасада. Уже произведены работы по монтажу утепления, фасад утеплен композитными материалами. Уже произведен монтаж влагой и ветрозащитной пленки, установлены направляющие профили. То есть основные такие шумные работы уже произведены. Далее работы продолжатся и осенью должны быть полностью закончены. До 2022 года в регионе отремонтируют 35 школ искусств. Анна Рыбина, Сергей Пайхалов, Антенна 7. Чемпион сильнейшей лиги ММА UFC Петр Ян приехал в Омск и встретился с болельщиками, спортсменами и своими первыми наставниками. Официальная презентация чемпионского пояса прошла в арене омского велотрека. Наш обещанный репортаж. Слово Владимиру Истомину. Яркий свет от полированного золота, черная натуральная кожа, оригинальный дизайн, известный всему миру логотип на фоне октагона. Петр Ян и завоевал, и заслужил этот трофей. В шестом классе будущий чемпион увлекся сначала тхэквондо, а затем боксом. В 1998 году Петр переехал из-за полярной дудинки в Омск. Буквально сходу ворвался в когорту лучших юных боксеров нашего региона. Зал овации встретил тренера-бойца, мастера спорта СССР по боксу Юрия Демченко. Опытный наставник, как всегда, говорил коротко и по делу. У Петра всегда была упертость, твердость характера, его стремление в достижении более высоких успехов. Он не радовался, ну там какие-то мелкие соревнования, но он их проходил на одной ноге, но при этом у него радости не было. Он смотрел всегда вверх. Пришли успехи. Победа во всероссийских соревнованиях, золото на первенстве Сибирского федерального округа, порыв спортсмена уперся в нюансы судейства классического бокса. Петр принял крутое и важное решение. Перешел из бокса в ММА. Объяснил свой выбор. Вы видите, насколько, как этот спорт развивается, какими масштабными шагами, как это все быстро развивается. Во-первых. Во-вторых, это нравится людям, это зрелищность, это разные школы единоборств, смешанные в одном виде спорта. Это интересно смотреть, особенно, когда дерутся два, так скажем, универсальных спортсмена. Новые мотивы бойца совпали с мощным подъемом ММА в нашем регионе. Рядом с флагманом омских единоборств, спортивным центром «Сатурн-Профи» начали стремительно развиваться другие клубы и группы в спортивных школах. Петр Ян практически шел тем же путем, что Александр Шлеменко. Занимался у разных тренеров, брал лучшее, совершенствовался. Город Омск – это то место, где я реально начал осознанно заниматься профессиональным спортом, где прошли мои студенческие школьные годы, осознанные. У меня здесь очень много товарищей, близких, знакомых. С этим городом меня будет связывать уже вся моя жизнь. Здесь прожита очень долгое мое время. И говорю, самое основное – это то, что где сегодня я нахожусь, все это я получил здесь, в Омске. Важный вклад в рост мастерства бойца внесли сразу несколько клубов. Александр Невский, Ермак, Школа Шторм. Одним из наставников спортсмена был нынешний президент Омской Федерации ММА, старший тренер сборной России Андрей Терентьев. У нас развивался очень давно панкратион. Мы все с него начинали. Александр Шлеменко и я, в том числе. Много других наших ребят участвовали. И не только наших омских. Такие знаменитые, как Анатолий Токов очень часто у нас участвовал. Али Багаудинов и других ведущих спортсменов. И благодаря этой базе уже наложилось то, что имеем сейчас мы. То есть громадный опыт, громадную техническую базу, технический арсенал, как и борцовской, так и ударной техники. В 2015 году Петр Ян начал выступать в профессионалах. Быстро завоевал сердца болельщиков ММА во всем мире. Сначала Петр блистал в российской бойцовской лиге ACA. А в 2018 году спортсмен начал выступать за Екатеринбургский клуб Архангел Михаил и подписал контракт с UFC. Тайфуном прошелся по соперникам. Шесть побед к ряду, седьмая стала чемпионской. 11 июля этого года Петр Ян досрочно выиграл титульный бой за звание чемпиона в легчайшем весе у бразильского бойца Жозе Альдо. Лично поздравить Петра пришли друзья, болельщики, политики, бизнесмены. Теплые слова сказали Александр Шлеменко и первый заместитель министра спорта Омской области Андрей Хромов. Я хочу пожелать Пете прежде всего побед. Побед не только над соперниками, но и побед в своей жизни, просто в личной жизни. Это так необходимо нам. Спринт в стиле Петра Яна. В три захода боец провел блиц в формате вопрос-ответ, подарил новую форму перспективным спортсменам и вручил значки кандидата в мастера спорта России юным звездам ММА. В минувшем сезоне мячи успешно выступили в российских и международных соревнованиях. Боец школы «Шторм» Назар Бекмагомбетов выиграл золото на первенстве мира по ММА. Я очень рад, что получил удостоверение из рук Петра Яна. Для меня это большое вдохновение. Я буду еще упорнее тренироваться, и для меня еще стало больше толчком для новых достижений. Красочные фото и автограф сессии. Яркие эмоции, взаимные пожелания успехов. Впереди у Петра Яна продолжение турне по регионам России. Подготовка к новому крутому поединку в Лиге UFC. Уже известно, что он пройдет в декабре. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов. Антенна-7. Завораживающее астрономическое явление в эти дни наблюдают жители Земли. Это поток Персииды. Омский астроном Владимир Крупко зафиксировал метеориты вот на этих снимках. Поток образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Звездный дождь богат. До 160 метеоритов в час. Лучше всего явление наблюдать в гористой местности. Но и в Сибири в августе можно увидеть падающую звезду и загадать желание. Поток Персииды продлится примерно до понедельника. Таковы новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин